Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Чарльз Дана Гибсон, американский иллюстратор, создавший девушку Гибсона, культовое изображение красивой и независимой евроамериканки начала 20 века. Родился 14 сентября 1867 года в штат Массачусетс. У него было 5 братьев и сестер, и он был потомком сенаторов США Джеймса Девола и Уильяма Брэдфорда. Талантливый юноша, рано проявивший интерес к искусству, Гибсон был зачислен родителями в Лигу студентов искусствоведов Нью-Йорка, где и проучился два года. Часто повторяемая городская легенда о том, что жена Гибсона и ее элегантные сестры вдохновили его знаменитых девушек Гибсон, которые стали культовыми образами общества начала 20 века. Правда в том, что первая девушка Гибсона появилась в 1890 году, более чем за два года до того, как Гибсон познакомился с семьей Легхартен. И в последующие годы у многих друзей и родственников Гибсона вошло в моду позировать для его иллюстрации. Их и динамичный и находчивый отец сильно сократил свое состояние из-за гражданской войны, но к концу 19 века восстановил свое состояние на табачных аукционах и железнодорожной отрасли. После смерти Джона Эймса Митчелла в 1918 году Гибсон стал редактором Life, а позже стал владельцем журнала. Когда популярность девушки Гибсона пошла на уголь после Первой мировой войны, он начал работать в масле для собственного удовольствия. В 1918 году был избран в Национальную академию дизайна в качестве ассоциированного члена, а в 1932 стал действительным академиком. Вышел на пенсию в 1936 году. На момент своей смерти в 1944 году он считался самым знаменитым художником своего времени, работавшим пером и тушью, а также художником, которому критики аплодировали за его более поздние работы. Был женат на Эрин Лекхон, дочери железнодорожного промышленника. Арен и Чарльз были родителями двоих детей. Часть своей карьеры жил в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк, популярной художественной колонии среди актеров, писателей и художников того периода. Гибсону также принадлежал остров недалеко от Айлсбурра, штат Мэн, который стал известен как остров площадью 700 акров. За годами он и его жена проводили там все больше времени. Я пользуюсь переводной википедии. Умер от болезни сердца в возрасте 77 лет. Утверждается, что коктейль Гибсона назван на его честь, поскольку, по слухам, он предпочитал заказывать джин-мартини с маринованным луком на гарнир вместо традиционной оливковой или лимонной цедры. Вот так, вкратце, из переводной википедии о американском иллюстраторе, который создал девушку Гибсона. Это культовое изображение красивой и независимой евроамериканки начала 20 века Чарльз Дана Гибсон. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры сделал DimaTorzok